Без Аймара, без Карью, без других ведущих игроков, Барахи, Карбони и прочих Хотел он сыграть с Валенсией в сильнейшем составе Ну, чтобы еще такое настоящее испытание было у его подопечных на финише сезона Ну, хотя, я думаю, отчасти главный тренер смутака привел в душе Потому что против Валенсии в сильнейшем составе, конечно, делать нечего А так пока 0-0, нельзя сказать, что равна игра Преимущество, конечно, у Валенсии Но у Спартака довольно много выходов, по крайней мере, на чужую половину поля Чего не было в предыдущих матчах Луки Чапонов, тем более выездных Ангулоподача очень красиво Очень красиво И из-под Владимира Бесчастных за бюджет Кептан Спартака держится за голову Но ничего не поделается Валенсии это чемпион Испании Это команда, представляющая, по мнению многих Хотя, может быть, полгода об этом спорте не имеет смысла Представляющая сильнейший клубный чемпионат в Европе Ну и вот еще, о чем хотелось бы сказать Тоже характерный эпизод Вот где полузащита? Вот где Артем Безродный, который отвечает за эту зону и за Ангулу В момент, когда Хавбек противоположной команды соперника атакует Просто-таки, можно сказать, моменты есть опасные У чужих ворот Три ударов в створ И дважды Палов реально выручал свою команду Казалось бы, от неминулого гола После ударов Данишевского и Калиниченко со штрафного Ну вот беда, конечно, Спартака И здесь тренером не позавидуешь Когда более напрашивается вопрос Вот если что-то не получается у команды Или если многое не получается Никого выпускать на поле, чтобы усилить игру А вот кого заменить Поскольку многих сегодня не получалось Опасно вот так нельзя начинать 2-0 на первой же минуте второго тайма Опять все сделали здорово валенсийцы А игроки Спартака как-то опять вяло действовали позиционно Никто не помешал Мисте пройти Санчеса опять не накрыли Дубль этого футболиста Вот истинный профессионал Вышел на поле и отрабатывает так, как будто И не просиживает Подолгу на скамейке запасных Еще раз смотрим эту комбинацию И я задаю надоевшему вопрос Почему полузащитник Не мешает Сделать сопернику нацельную передачу в штрафную площадь Ну, давайте Сильву На первый раз простим Парень не успел попасть в игру И тут же оказался в центре события Именно его обыграл Миста Одно с другой Сейчас такая расстановка Агунсани в центре с Мойзесом Абрамидзе Ну, это смелое решение Агунсани в качестве центрального защитника Посмотрим, что он из себя представляет Штрафной И вот такой дебют у Нигерии Я не знаю, честно говоря У меня нет возможности наблюдать за всеми тренировками Спартака Но умеет ли человек обращаться с мячом Видно по одному тренировочному занятию Вот мне показалось вчера, что у Агунсани Есть с этим определенные проблемы Насколько он подготовлен тактически И кто его мог в чемпионате Нигерии обучить тактике Игрой в обороне Неизвестно В результате подарил Валенсии 48 номер Спартака Роскошный штрафной Идеальный для левши Мисты Ну что, будет удар здесь или розыгрыш Конечно, удар напрасывается И 3-0 Это, конечно, неприлично Неприлично проигрывать 0-3 в такой игре Когда соперник, в общем-то, позволяет играть Не идет единоборства Но я тут говорить ничего по этому поводу не буду Говорить